30 мая Центральный банк Российской Федерации объявил об ограничении биржевых торгов иностранными акциями, заблокированными международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение обусловлено защитой прав и интересов инвесторов и минимизацией их рисков. При этом Банк России подчеркнул, что право собственности на ценные бумаги, попавшие под ограничение у инвесторов, сохранится. Ситуация сложилась следующая. Фактически, те акции, которые находятся на руках у российских владельцев, я имею ввиду акции, которыми сейчас прекращены торги, они находятся в собственности наших инвесторов, но какие-либо операции с ними вне нашего рынка, они заблокированы. Общий алгоритм по обособлению иностранных ценных бумаг будет следующим. По каждому наименованию иностранных ценных бумаг определяется соотношение долей между ценными бумагами, доступными для торгов, и обособляемыми, учитываемыми в национальном расчетном депозитарии. Исходя с полученной пропорции, на счете каждого клиента, владеющего таким наименованием ценных бумаг, определяется количество ценных бумаг, подлежащих переводу на неторговый раздел субсчета депо. Эта процедура коснется только тех клиентов, в портфеле которых есть наименование ценных бумаг, попадающих под обособление. Это не коснется нескольких компаний, которые по сути своей являются российскими, но регистрировали выпуски акций за рубежом, вроде Яндекса, Озона, Headhunter и так далее. Для них просто сделано было исключение в связи с тем, что это по сути российский бизнес, в остальном они ничем не отличаются от чисто иностранных акций. Центральный банк подчеркивает, что организованные торги возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же собственники смогут распоряжаться полученным доходом на бумаге, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев. Карина Саяхова, Универньюс. Карина Саяхова, Универньюс.